здравствуйте я хочу рассказать ответить на ваши вопросы какой я методолог почему именно я я один из тех редких людей которые могут все просчитывать возьмем простой пример без воды допустим есть курс и в нем требуется подготовить тесты все эти тесты я умею просчитывать по трудоемкости по трудозатратам если я вижу что общая трудоемкость недостаточно для того чтобы достичь цели курса я начинаю эти трудозатраты заново считать и далее корректировать эти работы по сложности может быть есть более простой вариант альтернативный для того чтобы решить ту же самую задачу но с меньшими усилиями к назначенному сроку или вижу что структура работы цели полагания автором раскрыты в курсе недостаточно я начинаю выявлять выяснять насколько автор готов к этому сколько потребуется его учить сможет ли вообще эту задачу решить или лучше поручить ее кому-то например мне составить структуру оптимальную под требуемую задачу или я вижу что какая-то технология плохо дается этому автору или наоборот надо усилить его потому что он занят у него нет времени он талантливый научить его слишком долго и не выгодно то лучше поручить эту работу технологическую по тем же тестом или видеомонтажу другому человеку например мне поскольку я все эти трудоемкости все эти затраты знаю и написание сценарии создания структуры курса и по всем пунктам не таких нормативов около 100 частных работ которые требуют время причем отдельно для слабо подготовленного средне подготовленного и высоко подготовлено пользователя специалиста это моя сильная сторона которую я пока вижу крайне редко оценка трудозатрат для достижения от требуемой цели как я вижу свою работу методологом в проекте ну а проекте пока что не так уж много известно мне неизвестны ресурсы проекта участники и готовности но я готов включиться и быстро пойму чем я могу быть полезен что я могу предложить для этого проекта что я могу взять на себя как со разработчик какого-то курса свой исполнитель я разработал немало курсов и сам можете поискать пример идеальный электронный курс юрий белоножкин и найти его в сети как он построен я все сделал сам и соответственно получил за это первое место в конкурсе дистанционных курсов что еще хочу сказать у меня есть время есть возможности в том числе такая вот студия дополненной реальности с летающими камерами мне это интересно я изучил теорию телевидения теорию кино сценарное мастерство по станиславскому и немало других работ и считаю что это тоже может являться элементом моей методической подготовки как говорить о чем какие применять средства вызова интереса интерес вызывает внимание внимание вызывает запоминания кроме того я последнее время активно использую нейросети чад gpt он мне помогает придает мне уверенность и я думаю это тоже один из методических приемов которые могут быть полезны я уверенно этим пользуюсь зарегистрирован в россии и могу этим поделиться с нашими коллегами спасибо вам за внимание и готов к новым контактам